Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Состоялось ежемесячное оперативное совещание руководства муниципалитета. Ленинский перинатальный центр занял первое место среди перинатальных центров Российской Федерации. Депутат Московской областной думы Владимир Жук побывал с рабочим визитом в бывшем военном городке Петровское. Договорились о том, что мы сделаем ревизию тех павильонов, которых не хватает в видном и окрестностях. Прошло очередное заседание территориальной избирательной комиссии. Мы активно где-то в среднем на 1000-1200 избирателей в месяц прирастаем. В районном центре культуры и досуга прошло ежемесячное оперативное совещание. Заместители главы администрации и руководители муниципальных управлений и служб доложили об итогах работы в августе и озвучили планы на сентябрь. Присутствовала на мероприятии и наша съемочная группа. Ежемесячное оперативное совещание началось с уступительного слова главы муниципалитета Валерия Венцеля. Коснувшись темы образования, он отметил, что к началу учебного года распахнули свои двери новые образовательные учреждения. Мы открыли третий корпус детского сада «Колопорт» на 200 мест в микрорайоне Купеленка. И второй корпус самой большой школы нашего муниципалитета – Будовская школа номер один в Боброво на 1375 мест. До конца этого года откроем еще два детских сада и две школы. Продолжается благоустройство общественных зон и придомовых территорий, ремонт дорог и тротуаров. Были завершены работы по благоустройству 14 дворов из 15. Продолжается реконструкция территории вокруг кинотеатра «Искра». Завершается работа по созданию скейт-парка и пантрека. Первая зона возле вечного огня и храма должна появиться уже в дню района. До дня района также необходимо завершить все работы по обустройству тротуаров на улице Советской и Советском проезде. Благоустройство центральной части города планируется завершить к концу октября. В своем докладе первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков отметил успехи в социальной сфере. В минувшем месяце открылся дополнительный офис МФЦ в Купеленке, а в лечебное учреждение муниципалитета удалось привлечь недостающий медперсонал. Благоустройство перинатальных центров заняло первое место среди перинатальных центров Российской Федерации. В августе в муниципалитете был отмечен рост числа возгораний мусора, в связи с чем были приняты оперативные меры. Основной причиной возгорания мусора является несвоевременный его вывоз. По итогам работ за август территориальным отделом госадминтехнадзора возбуждено 6 административных дел за незаблюдение графика вывоза твердых коммунальных отходов в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории района. Продолжаются работы по возведению КНС в микрорайоне Купеленка, где на данный момент начинается монтаж оборудования. Полно завершены строительные работы на КНС и завершаются прокладки энергосети, которые проводят наше путевого городского хозяйства. По КНС Завидное мы находимся в стадии подготовки проекта строительства КНС. Завершены работы по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим взысканиям. Готовится от выбора трассы под напорные коллектора. Глава муниципалитета поручил взять под особый контроль строительство выезда из 6 микрорайона и ликвидировать отставание от графика. Он также поблагодарил за слаженную работу и экстренные службы, которые помогли своим коллегам в Домодедовском городском округе справиться с возгоранием свалки в ночь на 9 сентября. И получил мониторить экологическую ситуацию в муниципалитете. Завершилось мероприятие вручением юбилейных медалей особо отличившимся сотрудникам администрации, муниципальных управлений и служб. Екатерина Борисова, Александр Логин, Ольга Садовская, Винетова. Депутат Московской областной думы Владимир Жук побывал с рабочим визитом в бывшем военном городке Петровская. Подробности в нашем следующем сюжете. Рабочий визит депутата Московской областной думы был нацелен на решение ряда важных для бывшего военного городка вопросов. Владимир Жук пообщался с руководством местного культурного центра. Узнал, что большой и уютный зрительный зал, каким он стал после ремонта, редко бывает пуст. Здесь регулярно проходят концерты, творческие встречи, киносеансы. Посмотрел почетный гость также работу библиотеки и творческих коллективов. А после участники встречи, в числе которых был заместитель главы администрации района Александр Усков, главный врач Винновской районной больницы Бутай-Бутаев и глава городского поселения Горки-Ленинский Наталья Комарихина, провели совещание, на котором обсудили ряд важных для Петровского вопросов. В том числе и строительство очистных сооружений. У нас весь городок, извините меня, на рельеф сливает уже в течение 30 лет. Это какую экологию мы вообще оставим после нас, нашим детям? Это я к чему? Что вопрос очистных сооружений у нас в городке, как нигде в районе. Местные депутаты просят включить строительство очистных в государственную программу развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2024 годы. Если мы потратили деньги на проектирование, конечно, надо потихонечку реализовывать уже строительство или реконструкцию. И, конечно, мы и область будем просить, и датский корпус областного, чтобы помочь. Поговорили и о сносе старых казарм в бывшем военном городке. Из 11-ти снесена была лишь одна. На остальные требуется более 10 миллионов рублей. Таких денег в бюджете поселения нет. Еще один важный вопрос – открытие поликлиники в здании госпиталя. Но численность населения поселка слишком мала для того, чтобы здесь появилась больница. Если поселение до 500, то жители, да, до 2000, у нас даже поликлиника здесь не должна стоять. А что, ФАУ? Нет, амбулатория можно посмотреть, как максимально, что возможно, это амбулатория. Амбулатория – это что такое? Это подразделение между поликлиникой и ФАУ. Больше, чем ФАУ? Да, и мини-поликлиника, скажем так. И еще одну актуальную тему затронули участники встречи – ремонт остановочного павильона, который в настоящее время не отвечает общим техническим требованиям. Мы говорили о том, что мы сделаем ревизию тех павильонов, которых не хватает в видном и окрестностях. Сделаем такой реестр и в первую очередь включим сюда павильон в Петровском. По всем вопросам, обсужденным в этот день, были намечены пути решения. Местные депутаты надеются, что встреча положит начало новой жизни в Петровском. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Ольга Садовская, Видное ТВ. В России прошел единый день голосования. Но в связи с преобразованием Ленинского района в городской округ у нас эта процедура состоится значительно позже. В администрации муниципалитета состоялось очередное заседание территориальной избирательной комиссии. На ней была представлена схема расположения избирательных округов. Началось заседание с приятного события. Член территориальной избирательной комиссии Валентина Назаркина была удостоена юбилейной награды избирательной комиссии Российской Федерации. Памятную медаль передала ей председатель ТИКа Вера Маркина. После этого члены комиссии рассмотрели схему расположения избирательных округов. По сравнению с прошлыми выборами количество жителей в городском округе сильно увеличилось. В данный момент выборным правом обладает более 112 тысяч человек. В соответствии с такой численностью и числом округов в среднем у нас где-то получается от 3386 избирателей до 4138 избирателей на округ. То есть это максимально допустимая погрешность в соответствии с законом 10%, в которой мы, естественно, придерживались. Схема формирования округов прошла согласование в избирательной комиссии Московской области. После премий члены территориальной избирательной комиссии большинством проголосовали за принятие схемы. Выборы депутатов Ленинского городского округа будут проходить на 30 одномандатных избирательных округах. Мы активно где-то в среднем на 1000-1200 избирателей в месяц прирастаем за счет того, что у нас очень много новых застроек. Поэтому, конечно, численность у нас постоянно растет. Сложность формирования подобной схемы заключалась в том, что сегодня территория бывшего района – единый городской округ. Теперь общие избирательные округа имеют поселение Булатниковское и Видное. Видное – Игорки-Ленинские, Развилка и Молоково. Подробнее познакомиться со схемой округов можно на сайте администрации муниципалитета. О сроках проведения голосования будет сообщено позже. У посетителей фестиваля «Пикник в лесу», что состоялся в пригороде Лесное, была отличная возможность познакомиться с новыми творческими коллективами и принять участие в самых разных интерактивных развлекательных программах. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Жители пригорода Лесное решили проводить лето и встретить осень праздничным мероприятием. На фестивале «Пикник в лесу» была подготовлена большая развлекательная программа. В рамках празднования 90-летия Ленинского района в одной из самых густонаселенных точек пригороде Лесное состоялся Добрососедский фестиваль, который организовала группа активных жителей. В рамках этого фестиваля мы нашли наиболее активных участников жизни Ленинского района. Это микробизнесы, это люди, которые делают какие-то обучающие программы, разные проекты творческие. И они, собственно, представляют собой большую часть контента этого фестиваля. Гостей мероприятия ждали театральные представления, мастер-классы для детей и взрослых, игры и шоу-программы. Главная задача организаторов – создать атмосферу семейного праздника и перезнакомить жителей новостроек между собой. Впечатляет, что очень много людей собралось сегодня. И все так красочно, классно, весело. Каждый нашел, похоже, здесь сделал для себя, и это замечательно. Это вообще супер праздник, мне нравится. Для детей, дети знакомятся ближе. Посетители фестиваля могли окунуться в эпоху Древней Руси и узнать много нового об играх и забавах разных народов. Не только русские народы. Вот у меня есть с собой, например, игра киргизская «Пять камушков». Вот эта вот игра в бабки универсальная. То есть многие народы играли в камушки, в палки, в кости. Такие вот куколки, да, деревянные игрушки. Их делали практически все народы. Одним из самых популярных у детей мастер-классов стал урок по рисованию песком. Юлия Кобазева вместе с братом попробовали изобразить яблоню. Не знаю, как объяснить, она получилась какая-то пышная, с пышной кроной у меня. И такими толстыми, прям притолстыми ветками. А у моего брата получилось как-то тоже попышнее она получилась, но с ветками тоненькими. Все желающие могли попробовать себя в латиноамериканских танцах и научиться двигаться в ритмах сальсы. Танцевать это весело, потому что сейчас очень... Мы постараемся бороться с стереотипом, что мужчины не танцуют, потому что танцы парные. У нас очень много девчонок. Ребята сейчас тоже уже подключаются, но ребят не хватает. И вот нашим девушкам не с кем танцевать. Фестиваль «Пикник в лесу» стал первым масштабным мероприятием на данной территории и по отзывам участников удался на славу. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ледовом дворце Арктика стартовал кубок главы города Видное по хоккею, посвященный 90-летию Ленинского района. В праздничном турнире одни из самых сильных команд поборолись за звание чемпиона. За ходом игры следила Анастасия Воронина. После летнего перерыва большой хоккей вернулся в город Видное. Праздничный турнир, посвященный 90-летию района, в Ледовом дворце Арктика открыло световое шоу трансформеров. Кубок главы по хоккею проходит в Видном впервые. Его участниками стали четыре команды из Москвы, из Московской области. Металлург, Алмонт, Мади и Альфа. Это в первую очередь популяризация хоккея, привлечение детей к этому замечательному виду спорта. Ну и доставить болельщикам радость. Хоккей – это, несомненно, один из самых зрелищных видов спорта, занятие которым способствует развитию выносливости, силы воли и командного духа. Здесь неважно, какой возраст у спортсмена. Главное – его желание и стремление к высоким результатам в игре. Катание на коньках в первую очередь, владение клюшкой, понимание игры. Ведь как только люди, взрослые особенно, начинают самостоятельно тренироваться, ходить на тренировки регулярно, играть в хоккей, они начинают его понимать как игру. В первом матче кубка главы Видновский «Металлург» встретился с московским Алмонтом. Обе команды много атаковали, поэтому вратарям пришлось выполнять большой объем работы. На поле боя за несколько секунд игрок успевает совершить сразу несколько технико-тактических действий, ведение шайбок чужим воротам, обведение защитников передачи и броски. Именно от их исполнения зависит ход матча. Игра получилась очень насыщенной. Москвичам удалось создать много опасных моментов у ворот хозяев. Но удача была на стороне видновчан. После первого периода «Металлург» забросил Алмонту шесть шайб. Мы немножко не собраны, мы дисциплинированно играем. Я думаю, может быть, потихоньку еще не сыгрались. Но думаю, пару голов и все получится. Первая игра сезона, мне кажется, некоторые, может быть, не совсем готовы. Поэтому где-то какие-то провалы есть. А так, общее положительное впечатление. Тенировки все на полном ходу идут. В сезоне покажем хороший хоккей. Все на праздник, настроение хорошее. Начало сезона всех. Хоккей завоевал сердца многочисленных болельщиков, став школой мужества как для детей, так и для взрослых. Ирина Долтова призналась, что с большим удовольствием наблюдала за игрой. Очень довольна игрой. Наша команда прямо лучшая, в своей форме, захватывающая. Соперники тоже стали разогреваться. И вообще, это большой пример для подрастающего поколения. В хоккей играют настоящие мужчины, русские играют в хоккей. Как ни старались москвичи догнать видновчан, им так и не удалось. «Металлург» одержал уверенную победу над «Алмонтом» и вышел на финальную игру с командой «МАДИ», которая, в свою очередь, в сложной борьбе взяла вверх над «Альфой». В итоге турнира кубок главы заслуженно получили хозяева ледового дворца. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.